Диск Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok На цифре 26 один шагнул под пистолет, другой же в петлю слазил в Англитерии. А в 33 Христу он был поэт, он говорил, да не убей, убьешь, без теной думал. Но гвозди ему в руки, чтоб чего не сотворил, чтоб не писал и чтобы меньше думал. С меня при цифре 37 в момент слетает хмель, вот и сейчас как холодом подуло. Под эту цифру Пушкин подгадал себе дуэль, и Маяковский лег виском на дуло. Задержимся на цифре 37, коварен бог ребром вопрос поставил или-или. На этом рубеже бегли Байрон и Рэмбо, а нынешние как-то проскочили. Дуэль не состоялась или перенесена, а в 33 распяли, но не сильно. А в 37 не кровь, да что там кровь и седина, и спачкала виски не так обильно. Слово стреляться в пятки, мол, давно ушла душа. Терпение психопаты и клепуши, поэты ходят пятками по лезвию ножа и режут в кровь свои басы и души. На слово длинноше, в конце пришлось трие, укоротить поэта, привод ясен. И нож в него, но счастлив он, и сеть на острие, зарезанный за то, что он опасен. Желее вас, приверженцы, фатальных дат и цифр, томитесь, как наложницы в гареме. Срок жизни увеличился, и, может быть, концы поэтов отодвинулись на время. Срок жизни увеличился, и, может быть, концы поэтов отодвинулись на время. Вторую песню вы все прекрасно знаете. Это песня, которую Владимир Высоцкий написал для кинофильма «Вертикаль». Режиссером, который был Станислав Говорухин. Кстати, он меня поразил в очередной раз. Господин Говорухин, когда Депардье получил российское гражданство, не читали, как Говорухин на это отрядует, нет? Представь, Сергей Говорухин сказал, ну вот, еще один пьяница. В чем-то соответствует, если мне. Здесь вам не равнина, здесь климат иной, Идут лавина одна за одной, И здесь за камнепадом релет камнепад. Им можно свернуть, обрыв обогнит, Но мы выбираем трудный путь, опасный, как военная тропа. Кто здесь не бывал, кто не рисковал, тот сам себя не испытал, Пусть даже внизу он звезды хватал с невец. Внизу не встретишь, как не тянись, за всю свою счастливую жизнь Десятые доли таких красот и чудес. Внизу не встретишь, как не тянись, за всю свою счастливую жизнь Десятые доли таких красот и чудес. Нет алых роз и траурных лет И не похож на монумент Тот камень, что покой тебе подарил Как и вечно в нем сверкает днем Вершина изумрудным льдом, которую ты так и не покорил Как вечно в нем сверкает днем Вершина изумрудным льдом, которую ты так и не покорил И пусть говорят, да пусть говорят Но нет, никто не гибнет зарядок Лучше, чем от водки и от простуд Другие придут, сменив уют на риск И непомерный труд Пройдут тобой непройденный маршрут Отвесные стены амнезимают И здесь на визитии не упомают Гора ненадежна, ни камень, ни лед, ни скала Надеемся только на крепость, друг На руки друге гиды крюк Молимся, чтобы страховка не подвела Надеемся только на крепость, друг На руки друге гиды крюк И молимся, чтобы страховка не подвела Мы рубим в ступени ни шагу назад И от напряжения колени дрожат И сердце каталов вершины бежать из груди Весь мир молодой, и ты счастлив, и нет И только немного заменуешь тем Другим, у которых вершины еще впереди Весь мир молодой, и ты счастлив, и нет И только немного заменуешь тем Другим, у которых вершины еще впереди Сейчас я спою одну из самых любимых моих песен Среди песен у нас лидия Владимира Семеновича Высоцкого Называется она «Тот, который не стрелял» Я вам мозги не пудрю, уже не тот завод Меня стрелял поутру из ружей целый всвод За что мне эта злая, нелепая стезя Не то, что бы не знаю, рассказывать нельзя Мой командир меня почти что спас Но кто-то на расстреле настоял И взвод отлично выполнил приказ Но был один, который не стрелял Судьба моя лихая, давно наперекос Однажды языка я добыл, да не донес И особист Светин, неутомимый наш Еще тогда приметил и взял на карандаш Он выволок на свет и приволок Подколотый, подшитый материал Никто поделать ничего не смог Нет, смог один, который не стрелял Рука упала в пропасть с дурацким звуком пли И залп мне выдал пропуск в ту сторону земли Но слышу, жиг зараза, тащите вы медсанбат Разстреливать два раза Уставы не вилят, а врач потом все цокал языком И, удивляясь, пули удалял А я в приду беседовал тайком С тем пареньком, который не стрелял Я раны, как собака, лисала не лечил В госпиталях, однако, в большом почете был Ходил в меня влюбленный весь слабый женский пол Эй ты, недостреленный, давай-ка на укол Наш батальон геройствовал в Крыму И я туда глюкозу посылал Чтоб было слаще воевать ему Кому, тому, который не стрелял Я пил чаек из блюдца, со спиртиком бывал Мне не пришлось согнуться И я довоевал Свой полк определили в бою И сказал комбат А что не дострелили, так и я не виноват Я тоже рад был, но принесел у меня Я был белугой и судьбину клял Немецкий снайпер дострелил меня Убив того, который не стрелял Немецкий снайпер дострелил меня Убив того, который не стрелял Виктор Забашто, это знаменитый вообще человек в авторской песне, для тех, кто не знает Это человек, который участвовал непосредственно в организации гастроли Высоцкого в Украине в 1978 году Наверное, что-то приврал, но, по крайней мере, был в курсе Добрый вечер, любите добры С праздником вас, с большим праздником приближаетесь В 75-летие Владимира Семеновича Высоцкого Мне повел, посчастливилось пообщаться с ним Это был день его рождения, в 40-летие В 78-м году я тогда еще руководил Луганским КСП Так назывались клубы авторской песни И вот Владимир Семенович в этот день давал три концерта в Луганске Перед тем были еще концерты в Северодонецке, где он посадил свое горло Я еще ему приносил соду, соду и ингаляция Он говорит, ваша мать, понимать, Северодонецкий руд В конец испортил мою глотку И мы его поздравили с днем рождения Не пил ни грамма, придурил шампанское И потом сделал, дурачились в период между концертами Он сделал стойку на руках Потом перешел тело параллельно по углу Потом остался на одной руке Это был так называемый крокодильщик у гимнастов, если кто знает И планирую, что еще будет вечера Но, к сожалению, так случилось, что больше вечеров не было А потом уже просто проводили вечер о памяти Вот первый такой вечер был 25 ноября 1981 года Большой вечер был После которого потом приглашали всех в обком партии В отдел пропаганды И в отдел по идеологии И мы тогда впервые публиковали в газетах и балладу о масках его И еще несколько в районных газетах его стихотворения За что все получили по строгому выгоду Так было в те времена А потом вечера проводилось много Я ввел 20 лет на Грушинском фестивале Сына членов жюри и почетных гостей И здесь в гнезде, вот когда был арт-директором Еще в те времена, в конце 90-х Мы проводили много программ по Высоцкому Вы знаете, это всегда тяжело подобрать людей Которые поют песни Высоцкого хорошо Я человек пределчивый, поэтому Вот поют-то многие Наверное, из вас многие поют Но чтобы показать свое понятие песен Высоцкого Это сделать очень сложно Я таких могу по пальцам перечислить Вот сейчас выступает в Екатеринбурге На открытии дома-музея Леша Зыков вместе с Светой Григорьевой И Никитой пополетел с ними Потом они будут, еще концерт у них будут И в Новосибирске, и в Тольятти, и в Самаре Вот Леша сегодня выступает здесь Завтра, насколько я знаю, уже будет в Праге Потом будет встреча в Берлине В Нижнекамске На сайте у нас мы выставляли, где-то будет Но вечеров проходит действительно очень много И это люди вот разного времени Потому что вот Женя Челков Который сегодня я пригласил сюда Это люди, которым за 60 Леша Зыков за 50 Леша совсем молодой, 40 Я очень жалею, что мне удалось Сделать вот такой большой вечер Где бы люди разных покорений присутствовали Но Женя будет выступать здесь 26-го Можете тоже прийти послушать А Леша Зыков периодически тоже выступает С такими программами Так что думаю, что это вы все еще услышите А про Женя Лени Смаков Мой друг Царства Небесного Прекрасный автор Вот еще в 80-е говорил И говорил так Жека, ты знаешь, ты больше похож на Семеновича Чем сам Высоцкий Вот природа Ну сейчас он, естественно Сколько времени прошло Постарел Изменился Я думаю, как это сейчас был Владимир Семенович И чтобы он писал сейчас про наше время Сложно это представить А нам остались только его песни Я приглашаю на сцену Евгения Чулкова Пожалуйста, Женя АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Женя станет в Нижнем Тагиле В Переживе он живет уже в Екатеринбурге А в Нижнем Тагиле до сих пор живет Вот первая жена Высоцкого ИИЗа Вот Женя часто с ней тоже общается Ты готов? Евгений Чулков Добрый вечер В общем, несколько неожиданно я оказался на этой сцене И волнуюсь Но думаю, что я Кстати, вчера у Иизы Константиновны Высоцкой Первой супруги Владимира Семеновича Был день рождения И исполнилось 76 лет Я право не знаю, что спеть Потому что тут уже программа продумана А я вот как бы изучен Может быть старая что-то? Старая, старая А что? Может я знаю? Любимая? Про любовь Про любовь? Как все песни про любовь и вы слышите Сегодня в нашей комплексной бригаде Прошел слушок, обалик, маскараде Расстали маски кроликов, злобов и алкоголиков Назначили все венок на усаде Зачем идти при полном препарате? Скажи мне, моя радость, Христа ради А на мне одевайся, мол, я тебя стесняюсь Не думал, как всегда пойдешь ты сзади Я платье, говорит сила унади Я буду нынче, как Марина в ладе И проведу хоть тресные часы свои воскресные Хоть с пьяной твоей мордой, но в нарядке Зачем же я себя утюжил, кладил Меня поймали тут же в засаде Ведь масоник наш Колька дал мне маскар-алкоголика И на троих зазвали меня дяди Я снова очутился в засаде Глядь, две жены, но две марины в ладе Одетые животными, ствол между бегемотами Я тоже зверел и стал засаде А на утро дали премию бригаде Сказав мне, что напали маскараде Как будто бы не только сыграл я алкоголика А был пол бегемотов я в крови У тебя глаза как нож Если прямо ты взглянешь Я забываю, кто я есть и где мой дом А если косы ты взглянешь Как по сердцу полоснешь Ты холодным острым серым языком Я здоров, к чему скрывать Я пятаки могу ломать Я недавно головой быка убил Но с тобой жизнь когда дать Не под кубы раздевать А прибить тебе ворально не пусил Вспомни, был эфак разок Чтоб я истому убил Ну когда же надоест тебе гулять С грабешу я прихожу Язык со спину заложу И пишу тебя по городу шуток Я все ноги сходил Велосипед себе купил Чтоб в страданиях облегчение было Но налетел на самосвал К склифосовскому попал Навестить меня ты даже не пришла А хирург седой старик Он весь отмяк и как-то снит Он шесть суток мою рану заживал А когда кончился наркоз Стало больно мне до слез Для кого ж я своей жизнью так рисковал Ты не радуйся, змея Скоро выпишут меня А рамщу тебе тогда без всяких схем Я тебе точно говорю Остру бритву на вострел И обрею тебя на голову совсем Я тебе точно говорю Остру бритву на вострел И обрею тебя на голову совсем Спасибо Евгений Чулков Давайте еще поприветствуем Кто хочет послушать Песню Владимира Высоцкого В исполнении Евгения Милости прошу сюда 26 числа Будет вечер Посвященный 75-летию Владимира Высоцкого 26-го В 3 часа начинается концерт Это дневной концерт Я там заявлен Но это не совсем правда Потому что я в это время Буду лететь из Чехии Я никак не смогу спеть Я просто думал Что это будет Вечером концерт И тогда бы я успел На финал А дневной Никак не успеваю Если он будет приземляться Евгений Чулков Будет видеть За вас что там будет петь И очень многие Хорошие ребята А гитара в мониторе Вот так вот именно была Или нет Не так Давай сделаем Только как она Полководец шею короткой Должен быть в любые времена Чтобы грудь почти от подбородка От затылка сразу Что в спина На короткой Незаметной шее В голове Удобнее сидеть И душить Значительно труднее И арканом Не за что Задеть А они Утягивающие И встают На гонщики Носков Чтоб видеть Дальше и вернее Нужно посмотреть Поверх голов Все Теперь ты темная Лошадка Даже если видел Свет в долине Поза Неустойчивая И шатка И открыта Шея Тряпит И любая Подлая Ехитна Сосчитает Позвонки На ней Дальше видно Но не Дальновидно Жить закрытых Шеей И меж Людей И они Утягивающие И встают На гонщики Носков Чтобы Видеть Дальше и вернее Нужно Посмотреть Поверх голов Чуть Отпустят Нервы Как у стечка Больше Не держа И не храня Под ноги Пойдет Ему Подсечка И на шею Ляжет Петерня Вот Какую Причо Востоке Рассказал Мне Старый Акзакал Даже сказки Здесь И те же Востоке Думал Я И шею Измен Давайте Если На такую Полушуточную Тему Не пришли Звук Был Тоже До того Как Я Порвал Струну Ушел Такой же Звук Или Там Тише Стало Хорошо Это Игорь Великолепный Звук Режиссер Игорь Может Поаплодировать Ему Всегда Замечательный Игорь Типическая Победка Александра Победка Помог Нам Типа Отпас Это Идея Вестерина Сашка Старичка Давайте Если К шуткам Перешли Песня Называется Диалог У телевизора Она мне Очень дорога Потому что Я сейчас Проживаю В Чехии И я Действительно Там Проживаю У меня В гости Ежу Вот И Там Она Очень Популярна В исполнении Такой Есть Автор У них Чешский Высоцкий Как его Называют Яромир Наговица А дальше Все остальные Если Наговица Выпускает Диск Не корил Год Никто Там Рядом Не присутствует Он Пел С 1982 Года Эту Песню Которую По-честки Называлась Диалог Телевизия Да Там Цена Там И У них Я уже Рассказывал Как на концерте Что Ему Запретили Петь Ване И Зина Вот Потому что Это Как бы Плохо Описывало Большого Брата Республики Чехословакия Что там Пьют И Он Переделал У него До 89 Года До Бархатной Революции Были Пепа И Маршка Типа Чехи Могут Петь Чехов Такой Советский Нет Мы потом Ване и Зиной Вернулись По-чешски Я ее еще Не выучил Споем В оригинале Как пел Владимир Семенович Руссоцкий Диалог В телевизоре Очень люблю Эту песню Вечная Песня Ой Ваня Смотри Какие Клованы Роб Хоть Завязочки Прижей Ой До чего Они Размареваны А голос Как полка Шеи А то Похож Нет Правда Варень На Шурину Такая Ж пьянь Ну Нет Ты Глянь Нет Нет Ты Глянь Я Правду Варень Глянь Послушай Зин Не трогай Шурина Какой Не есть А он Родня Сама Намазна Прокурена Гляди Дожделась У меня А чем Болтать Взяла Базин Ландрак Сгоняла В магазин Что Не пойдешь Ну я Один Подвинься Зин Ой Вань Смотри Какие Карлики Джерси Одеты Не вшивьет На наш Пят Швейной Фабрики Такой Вряд ли Кто Пошьет А у тебя Ей Богу Вань Ну все Друзья Такая Рвань И пьют Всегда В такую Рань Такую Дрянь Мои Друзья Хоть Не В Болоне Зато Не тащат Из семьи А Гадость Пьют Из Экономии Хоть Полтруда На Свои А у Тебя Самой Это Зин Он Семидесятом Был Грузин Да Тут Вообще Хлебал Бензин Ты Вспомни Зин Ой Вань Смотри Кась Попугай Чики Нет Я Ей Бог Закричу А Это Кто В Короткой Маечке Я Вань Такую Жу Хочу В конце квартала Правда Вань Ты мне такую же Сваргань Ну что Отстань Всегда Отстань Обидно Вань Уж Ты бы Лучше Помолчала Бы Накрылась Премия В квартал Кто Мне Писал На службу Жалобы Не Ты Когда Я Их Читал К тому Жен Эту Майку Зин Тебе На пять Позор Один Тебе Житья Пойдет Аршин Где Деньги Зин Ой Вань Уброд Кроватика Смотри Как Верст Снохав Завцеха Наш Товарищ Садюков Вчера Сев Клубе Так Скакал А ты Придешь Домой Иван Поешься Сразу На диван Или вон Кричишь Когда Не пьян Ты Что Иван Ты Зин На Кругой Сноривайся Все Зин Обидеть Норовишь Тут За День Так Накуркайся Придешь Домой Да Там Ты Сидишь Ну и Меня Конечно Зин Все Время Тянет Магазин А там Друзья Ведь Я же Зин Не пью Один Еще Одну Шуточную Песню Я хотел Спеть Она Кстати Ее Мы как-то Выступали Со знаменитым Чешским Переводчиком В одном Концерте Милан Боржик Есть такой Это человек Который Перевел Евгения Анигина Всего Высоцкого Вот На Чешский Язык Он спел Я перед тем Как он спел Это На чешском Я эту песню Спел На русском И чехи Поняли Потому что Там очень много Похожих слов К счастью Оказалось Песня называется Одна научная Загадка Или почему Аборигены Северных Куга Не хватайтесь За чужие Талии Прирвавшись Из рук Своих Подруг Вспомните Как берегам Австралии Подплывал Покойный Ныне Кук Как В кружок Усевшись Под озрами Поедом С Москор До зари Еле В этой Солнечной Австралии Друга Дружбу Сбыли Дикари Но почему Аборигены Съели Кука За что Не ясно Молчит Наука Мне представляется Совсем Простая Штука Хотели Кушать И съели Кука Есть вариант Что их Невождь Большая Бука Кричал Что Очень Вкусный Кок На Судне Кука Ошибка Вышла Вот о чем Молчит Наука Хотели Кока А съели Кука И вовсе Не было Подвоха Или трюка Пошли Без слуха Почти Без звука Пустили В действие Дубинку Из бамбук Птюм И нету Кука Но есть Однако Еще Предположение Что Кука Съели Из Большого Уважения Что Всех Науськивал Голдун Хитрец Из Без звука Живая Что Съели Кука Без звука Ухаря Не только Потому Что Это Одна Из Моих Любимых Площадок Не только В Москве Но и в России А потому Но все Таки На презентации Это Наверное Праздник День рождения Даже Женщего Человека Все равно Это Праздник И нужно Выпить Закусить И так Далее Потому Что Я не знаю Как делать Презентацию В зале В Догмечу Хотя Это Тоже Очень Привечаемый Моих Но там Лучше Все Делать Концерт А не Что-то Отмечать Правильно Вот Сегодня На концерт Пришел Один Очень Хороший Человек Это Биограф И близкий Друг Леонида Ингибарова Великого Клоуна Мима С которым Был знаком Высоцкий Которому Он посвятил Несколько Песен О Сих Творении И Я вот Только Прочитав Книги Марии Романушка Понял Сколько Всякой Чуши Рассказывают И всяких Легенд Нелепых И небылиц О Леониде Ингибаровой Если В книге Марина Владе Вот написано То что Высоцкий Пришел Домой И Рыдал И Говорит Вот Леня Он упал На улице Горького Просто Ему стало Плохо Сердцем А все Думали Что Вот Это Пьяный Лежит И Он Умер До Приезда Скорой Это Легенда Более Менее Красивая Это Все Легенда Потому Что Все Было Не Так Многие Там Просто Такую Ересь Пишут Если Вы Хотите Действительно В книжном Магазине Москва Или Подойти Просто К Марии Романушку Вот Она Там Сидит Посоветоваться Где Можно Купить Ее Книги По-моему Две Книжки У Маши Вышло Посвященных Леониду Ильбарову Очень Очень Хорошо Написано Там Все Есть Такие Вечера Там Песни Про Цирк И так Дали Я Начинаю Со Песню Высоцкого Посвящению Леониду Ильбарову Которая Называется У него Валент Название Канатоходец А на Французском Кисне Который Опять же Записывал Костя Казанский Который Перед Концертом Здесь Был Эта Песня Называлась Натянутый Канат Он Не Вышел Ни Званьем Ни Ростом Ни За Славу Ни За Глот Он На Свой По жизни Шагал Над Помостом По Канату По Канату Натянутому Как Нерв Посмотрите Вот он Без страхов Идет Чуть правее Наклон Упадет Пропадет Чуть левее Наклон И его Не спасти Но зачем-то Ему Очень нужно Пройти Четыре Четверти Пути И лучи Его шага Сбивали И кололи Словно Лавры Труба Надрывалась Кот Тве Трики Браво Его Оглушали Аль Литавры Аль Литавры Как Обухом По Голове Посмотрите Вот он Без страхов Идет Чуть Правее Наклон Упадет Пропадет Чуть Левее Наклон И его Не спасти Но зачем Но замрите Ему остается Пройти Уже Три Четверти Пути Ах Как Жутко Как Смело Как Мило Бой Бой Со смертью Три Минуты Раскрыв В ожидании Рты Из Портера Летели Уныла Лилипуты Лилипуты Казалось Ему С высоты Посмотрите Вот он Без страхов Идет Тонкий Шнур Под ногой Упадет Пропадет Право Поплево На колон И его Не спасти Но замрите Ему остается Пройти Двежать Две Четверти Пути Он смеялся Над славой Упрямой Но хотел быть Только первым Такого Попробую Трррррррррорч И попробуете Над ареной Он Нам по нервам, нам по нервам Шел под барабанную дробь Посмотрите, вот он без страховки идет Тонкий шнур под ногой упадет, пропадет Вправо-влево наклон и уже не спасти Но спокойно ему остается пройти Не больше четверти пути Закричал трейсеровщик из береги Гвалил лапы, наносил луки Но прост приговор и суров Был растерен он или уверен Но в обилке, на в обилке Он пробил досаду и кровь И сегодня другой без страховки идет Тонкий шнур под ногой упадет, пропадет Вправо-влево наклон и уже не спасти Но зачем-то ему тоже нужно пройти Четыре четверти пути Аплодисменты, наносил левих Эй, живой кто-нибудь, приходи, помоги никого Только тень промелькнула в синях До стервятник спустился и сузил круги В дом заходишь как, все равно в кабак А народишка, каждый третий враг Свородятску кость непроженый Образа в углу и те перекошены И затеялся смутный чудной разговор Кто-то песню стонал и гитару терзал И припадочный малый придурок и вор Мне тайком из-под скатерти нож показал Кто ответит мне, что за дом такой Почему во тьме, как барак чумной Свет лампад погас, воздух вылился А лежите у вас, разучились, а Перенастешь у вас, а душа взаперти Кто хозяином здесь напоил бы вином А в ответ мне, видать, был ты долго в пути И людей позабыл Ты всегда так жив, траву кушаем Век нащабили, скисли душами А прыщабили, да еще вином Много тешились, разоряли дом Дрались, бешились, я коней заварил От волков ускакал Укажите мне край, где светло, плампад Укажите мне место, какое искал Где поют, а не стонут Где пол не богат О таких домах Не слыхали мы Вечно жить по тьмах Привыкали мы Испокону мы Вслед о шепоте Под иконами Черной копоти И смрада Где косы бесят образа Я башкой чертя К нам забросивший кнут Куда кони несли И глядели глаза И где люди живут И как люди живут Сколько канула Сколько схлынула И не дала меня Не докинула Может, спел про вас Неумелая Очи черные Скатерть белая Аплодисменты 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 Знаете, что это за Я не могу О записке О записке Ну давайте посмотрим Если хватит на третье отделение Тогда выполним записки Значит Изобрать Спасибо Поздравляем с выписком ольбом Спасибо Вот самая правильная записка Поздравляем с выписком ольбом И никаких песен там Баньку Четыре вы специально знаете А спочу что-нибудь свое Это тоже сейчас Нет, сегодня Я шучу Я их все собираю У меня дома Специальная папка Для этих записок Я реально говорю Чуть их не выбрасываю Краню как письма Давайте я сейчас Чуть-чуть отдохну В плане того, что я Вам пару историй Забавных Связанных Аплодисменты Аплодисменты Можно дальше говорить Спасибо, что разрешу Пару историй Связанных с именем Владимира Семеновича Я тут прочитал в интернете Одна история произошла Но она имеет под собой почву Это действительно Я думаю, что было так Ее рассказал Никому еще тогда неизвестный Теперь уже известный Продюсер и музыкант Александр Кальянов По-моему Да я его зовут? Кальянов У Высоцкого были концерты В Казани В 1977 году Он играл там И один из группы По-моему Добрые молодцы называлась А Кальянов Он был звукорежиссером Совсем еще молодым Никому неизвестным Вот И руководитель ансамбля Вот они заспорили Есть ли у Высоцкого слух Потому что у него все время Расстроена гитара какая-то Вообще Есть ли у него слух И руководитель ансамбля Валентин такой Он подошел И там было несколько концертов в день Он же по пять концертов в день Давал Вадима Семеновича И он подстроил ему гитару Перед вторым концертом По-моему Подстроил Высоцкий вышел на сцену Взял Аккорды Так Недоуменный взгляд Потом взял Что-то Перестроил обратно Когда расстроил гитару Все такие Ёки Действительно Она Бедный человек У него же слуха-то нет Да Руководитель этой группы Доброго Молса Валентин был Как в том анекдоте Про сибирских мужиков Да точно Мужиком Он говорил Сейчас еще раз проверим Взял Опять значит Настроил Перед третьим выступлением Высоцкому гитару Тот опять вышел Взял первый аккорд И говорит Почему-то Глядя на меня Это Колярну говорит Скал Так Если кто-нибудь еще Попробует настроить Мою гитарку Получит по морде Ясно Нет И они парни сказали Ес Значит он это делает Специально Значит Если он услышал Что гитара расстроена Кто еще попробует Настроить мою гитарку Как он называл Получит по морде Ясно Вот А вторая история Есть такой Марк Цибульский Исследователь Творчества Высоцкого Высоцкого Сейчас назову Всех этих людей Он написал еще Более забавную историю Она косвенно касается Владимира Семеновича Высоцкого Когда В 1985 Я не ошибаюсь Году Вышел фильм Который называют По-моему Белые ночи Где снимался Опальный тогда Эмигрировавший Танцор Барышников И знаменитый Он смотрел Этот фильм В Америке Ну до нас Этот фильм дошел Только в подпольных записях И там есть Такой эпизод Где он Ну его В общем Он играет самого себя Опальный Эмигрировавший Болерон Который Летел Через территорию России Из Америки На гастроли На Японию У них Что-то поломка В самолете И они совершили Экстренную посадку Где-то в Норильске И там Разумеется Все знали А в этом Самолете Вот этот Предатель Родины И его берет В оборот Наш злой КГБ Смешно Они там Показывали И его заставляют Дать Концерт Балет В Кировском театре В Ленинграде А он этого Не хочет делать И он потом Убегает В посольство Как всегда Ну очень много Фильм Как бежать В посольство Вот И там Его бывшая Любовь Которая Сотрудница КГБ Как выяснилось Ну конечно Любовная линия Какая Советский враг Любовь Барышникова Вот Она На сцене Ночью На сцене Кировского театра Вдруг слушает Магитофон Так тихонечко А там Коней играет Высоцкого Коней Привереливый И Барышников Так подходит И говорит Вы его не только Поете Вы его даже Слушаете Шепотом Раз на полную Катушку И под коней Привереливый Он танцует Такой танец Вот Со знаменитым Проездом На колени Двадцатиметровым Таким Хопа И Цибульский Пишет И говорит Я вдруг Слышу Вот это Вот Чуть Помедленнее Коней Чуть Помедленнее Умоляю Вас Умоляю Вас Встать Не лететь Он говорит Я сразу Сделал Стойку Потому что Ни одной Фонограммы Известной Где бы он Два раза Повторял Слово Умоляю Вас Умоляю Вас Не было И он Значит Внимательно Сделал На это Дело Как он Говорит Я сразу Сделал Стойку Что это За неизвестная Запись И он Посмотрел Титры Записи Предоставленные Датским Телевидением Он Написал На Датской Телевидении Из Америки Вот В таком-то Фильме Записи Ему Пришел Ответ Вы знаете Да Действительно Была Такая Радиопередача Посвященная Творчеству Высоцкого На русском Языке Только в Учебно-показательных Целях Там было Нескописан Передача На 40 минут Он Написал А не можете Мне ее Предоставить Ему Приходит Ответ То что Та даже Интернета Не было Письма Позже Приходит Ответ Уважаемый Доктор Цибульский К сожалению Нет Потому что Чтобы предоставить Вам эту Радиопередачу В законе По авторским Правам Даний Прописано Что вы Должны Получить Разрешение Всех Кто Принимал Участие В этой Радиопередаче Пойдет Монтажера Рукорежиссера И так далее Он подумал Это человек 10 Но опять же Он нормальный Сибирский Мужик Он оказался Дотошным Мужиком Написал Хорошо Пришлите мне Через полтора месяца Он получает Бандероль В которой Кассета И скрываем Сарказмом Написано Ради того Чтобы помочь Вам Ваших Конечно Жизненно необходимых Исследований Творчества Русского поэта Мы нарушаем Авторские Не нарушаем Они сказали Мы вам высылаем Эту кассету Звучало Там что Отвяжитесь Точнее Они предпочли Нарушить закон Об авторском праве Который в Европе И соблюдался И соблюдается И будет соблюдаться Свято Лишь бы не связываться С таким дотошным Переписчиком Дальше Обнаружила Там несколько фонограмм Достаточно известных И самые смешные Внимание Коньяк привередливый Все было спето нормально Один раз Умоляю вас Вскачь не лететь Точнее Я настолько заслушался Этой песни в фильме Что даже не заметил Монтажа То ли они для усиления То ли для того Чтобы ему 20 метров Идет доехать Они просто подмонтировали Там один раз Вот эта фраза Вот такая веселая история Вот как раз Улыбаетесь И у нас Вот еще что я хотел сделать У близких мне людей Которые Собственно Участвовали В моем знакомстве С Владимиром Ивановичем Тумановым С другом Высоцкой Которые знали Владимира Семеновича Владимир Ильичков Владимир Иванович Помогали С выпуском Его книги Очень хорошие книги Автогеографичные Все потерять И вновь начать с мечты Которая продается Только в магазине Москва На Тверской улице Автогеографической книги Туманом Я для многих своих знакомых Эту книжку Ездил Подписывал Туманом Вот у семейства Демидовых Саша Демидов сказал Я наверное Все таки еврей Самый хитрый Я женился на девушке С которой у нас День рождения В один день Вот Значит экономно Это все Вот Как раз У семейства Демидовых Сегодня день рождения Я хотел их поздравить И спеть Любимую песню Которую я редко пою Я думаю Алексей Сотов Меня в этом поддержит Которая называется Баллада о борьбе Из кинофильма Кстати Из кинофильма Это я тоже На конце Рассказывал Это у нас Только в нашем Кинематографе Может быть Два фильма С разной музыкой Потому что Когда в 87-м По-моему году В Стрелы Робин Гуда Тоже включили Эти песни У нас получилось Два Фильм Стрелы Робин Гуда С музыкой просто Рижской киностудии С оркестром И второй вариант С песнями Высоцкого А еще у нас получилось После этого Два фильма В которых звучат Одни и те же Фонограммы Высоцкого Это Баллада о доблестном рыцаре Авенга И Стрелы Робин Гуда Так вот Наши По-поздно Как говорят Дорвенечко Кресту Баллада о борьбе Средь оплывших Свечей И вечерних Молитв Средь военных Трофеев И мирных Костров Жили книжные Дети Не знавшие Битв Изнывая От мелких Своих Катастроф Детям Вечно Досаден Их возраст И мы И дрались Мы Досаден До смертных Обид Но одежды Ладали Нам Матери Срок Мы же Книги Ладали Пьянея От строк Левых Лесниц А в кипящих Котлах Брежних Воин И смут Столько Пищи Для маленьких Наших Мозгов Мы На роли Предателей Трусов Иуд В детских Играх Своих Назначали Врагов И Злодея Слетам Не давали Остыть И Прекраснейших Дам Обещали Любить И друзей Успокоив И Ближних Любя Мы На роли Героев Водили Себя Только В грезы Нельзя Насовсем Удержать Краткий Век Узапав Столько Болей Вокруг Попытайся Ладонью Мертвых Разжать И Оружья Принять Из Натруженных Рук И Испытай Завладев Еще Теплым Мечом И До Смехи Надев Что Почем Что Почем Разберись Кто Ты Трус И Без Броник Судьбы И Попробуй На Вкус Настоящей Борьбы И Когда Рядом Руки Ты Сраненный Друг И Над Первой Потерей Ты Псоешь Скорбя И Когда Ты Без Кожи Останешься Вдруг От Того Что Убили Его Не Тебя Ты Поймешь Что Узнал Отличил Отыскал По Скалу Забрал Это Смерть И Оскал Ложь И Зло Погляди Как И Лица Грубы И Всегда Позови Вороньё И Грабы Если Мясо С ножа На неё Не Куска Если Руки С ложа Наблюдал С высока А В борьбу Не Вступил С под Лицом С Палачом Значит В жизни Ты Был Ни При Чём Не При Чём Если Путь Прорубая Отцовским Мечом Ты Солёные Слёзы На Уз Намотал Если В жарком Бою И Испытал Что Почём Значит Нужные Книги Ты В детстве Читал Значит Нужные Книги Ты В детстве Читал Автор Своих Песен И Исполнитель Песен Высоцкого Это Мой Действительно Близкий Друг Дмитрий Вишнев Он Сегодня Специально Приехал С Санкт-Петербург Поздравляю Санкт-Петербург 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 Добрый вечер Я прошу тебя Не уходи со сцены Лёш Если можно Не уходи со сцены Ремешок Видимо Мне не пригодится Вот Лёшка любит Всё Хендмейд Чтобы было сделано Он подарил Хороший музыкант Аккордонист Костя Паникаровский Такой уже Грантовый А здесь Петербург Валера Ваш Вот что мне хочется сказать Да Алексей Львович Остался с нами Я сижу на месте Андрей Николаевич Вы знаете Очень приятно Встречать в жизни Дорогую Очень близкую Душу Которая тебя понимает И что касательно Высоцкого У нас с Лёшей Была такая интересная история Мы, оказывается, Обылили песни Высоцкого Ты правильную историю Рассказываешь В общем, когда мы узнали Что мы оба любим Владимира Семёновича Так, как мы его любим Мы очень долго Кели Высоцкого Друг к другу Думали Кто же споёт Круче Высоцкого Кто Кроме Высоцкого И кто не споёт Оказалось же, Гурда Оказалось же, Гурда Орех Крокосов А вообще знакомство С Владимиром Семёновичем Высоцким С творчеством Мне досталось Так по наследству В 4 года У меня был Очень талантливый Дядя-художник И он слушал Бедлов и Высоцкого И больше никого не слушал Всё И у него были Все петлы И весь Владимир Семёнович Высоцкий И года в 4 Услышав эти записи На бобильных лентах Таких А магнитофон Назывался Яуз И там были Известные песни Владимира Семёновича Высоцкого А также песни Которые в принципе Не получили Такое распространение И популярность Как Скажем Многие другие Да Там Как они Привредливые Конечно Все песни Замечательные Гениальные Да Но мне Многие Повторые в принципе Многие Не умею и петь не хочу, Должно быть старею, пойти к плачу, Пусть всё нет на рею, а я приплачу. Я зарекался столько раз, что на сольцу я плюну, Но шарью голодную ласкается дрожить, И стал его возможности подкормить фортуну, Она, когда насытится, всегда подолго успеет. А когда я пляю, петляю, вихряю, И в водику фаляю, и небо копчу, Оно, пса охраняю, со мною, со мною. О чём пожалую, когда захочу, А нет, а нет, по старею пойду к плачу, Пусть всё нет скорее, а я приплачу. Однажды перепели, судьбе я ненароком, Пошла родимая в разнос и изменила лих, Хромила, изобразила и обернулась сроком, И сзади, прыгнув на меня, схлотила за годы. Ой, мне тяжко подлею, Гляди я сильнее, Уже сатанею, Речу на берегу, Не надо, За шею, Не надо, За шею, Не надо, За шею, И аж петь-то не смогу. Судьбу, Пусть сумелю, Снесу к плачу, Пусть всё нет скорее, А я приплачу, А я приплачу, А я приплачу. Приплачу. Да, вот сейчас еще одна песня будет, Владимира Семеновича Высоцкого, Тоже не очень часто исполняемое имя, Но, видимо, очень любимое, Потому что там 9 куплетов. Владимир Семенович, если любил, То писал, Как в «Балладе о детстве 42». Как в фильме. Я даже не знаю, Как же эту песню сейчас петь. Такое настроение было. Говорят, мы смыть материально, да? Или корабли. Или какой-то корабли. Смотри-ка. Корабли постоят И ложатся на пульс, Но они возвращаются Сквозь непогоду. Не пройдет и полгода. И я боевлюсь, Чтобы снова уйти, Чтобы снова уйти На полгода. Не пройдет и полгода. И я боевлюсь, Чтобы снова уйти, Чтобы снова уйти, Чтобы снова уйти На полгода. И я боюсь, Возвращаются все. Возвращаются все. Кроме лучших друзей, Кроме самых любимых И преданных женщин Возвращаются все. Кроме тех, кто нужен ней, Я не верю судьбе, Я не верю судьбе, А себе еще меньше. Но мне хочется думать, Что это не так, Что сжигать с корабли. Скоро выйдет из моды, Я, конечно, вернусь, Весь в друзьях и в делах, Я, конечно, спою, Я, конечно, спою, Мне пройдет и полгода. Я, конечно, вернусь, Весь в друзьях и в мечтах, Я, конечно, спою, Я, конечно, спою, Мне пройдет и полгода. Мне пройдет и полгода. Пожал я, конечно, споюз بالinyон Я за проспоч . Мы manygi qu'авиателям Я disadvantage здесь не Titanic. В любомżneath Спасибо. Спасибо вам огромное. Владимир Семенович, с наступающим днем рождения. Алексей Бенрявцев, Евгений Макаров. Спасибо вам. Спасибо вам, что пришли. Дмитрий Вешник. Знаете, пока тихо пел, я посмотрел записки. Ну, собственно, одну просьбу я выполнил, еще одну собирался. Там три записки. Одну не собирался, но так как здесь присутствует очень много представителей клуба «Твердая рука» и поклонников метания ножей, и, наконец-то, Владимир Сергеевич Ковров посетил мой концерт просто отменить тренировку, потому что это самый главный мастер по метанию ножей в России. И фанат своего дела запредельный, потому что всегда я говорю, ну, приходите на концерт. Не могу, у меня тренировка. Не могу. Ну, наверное, кто-то попросил все-таки из этой замечательной комборды людей спеть одну песню. Я ее с удовольствием спою. Я ее никогда не пил на концертах, очень много пил в компаниях. Называется она песня о том, как лейтенант милиции праздновал свой день рождения в ресторане «Берлин». Побудьте день вы в милицейской шкуре, вам жизнь покажется наоборот. Давайте ж выпьем за тех, кто в муре, за тех, кто в муре, никто не пьет. Давайте ж выпьем за тех, кто в муре, за тех, кто в муре, никто не пьет. А за соседним столом компания, А за соседним столом веселье, Она на меня ноль внимания, Ей сосед ее шпарит Есенина. Побудьте день вы в милицейской шкуре, Вам жизнь покажется наоборот, Давайте швытьем за тех, кто в муре, За тех, кто в муре, никто не пьет. Давайте швытьем за тех, кто в муре, За тех, кто в муре, никто не пьет. Понимаю я, что в Тамаре ум, Что в ней там диплом и стремление, И я выплеснул водку в аквариум, Пейте рыбы за мой день рождения. Побудьте день вы в милицейской шкуре, Вы жизнь увидите наоборот, Давайте швытьем за тех, кто в муре, За тех, кто в муре, никто не пьет. Давайте швытьем за тех, кто в муре, За тех, кто в муре, никто не пьет. Спасибо. Следующую песню я просто не могу не спеть. Называется она «Я не люблю». Я вот специально встал со спорта. Просто. Я не люблю фатального исхода От жизни никогда не устаю. Я не люблю любое время года, Когда веселых песен не пою. Я не люблю холодного цинизма, В восторженность не верю. И еще, когда чужой мои читает письма, Заглядывая мне через плечо. Я не люблю, когда наполовину, Или когда прервали разговор. Я не люблю, когда стреляют в спину, Я также против выстрелов в упор. Я ненавижу сплетни, педиверсии, Червей, сомнения, почести и глу. Или когда все время против шерсти, Или когда железом по стеклу. Я не люблю уверенности сытой, Уж лучше пусть отхожу тормоза. Досадно мне, коль слово честь забыто, И коль в части наверх и за глаза. Когда я вижу сломанные крылья, Нет жалости во мне и неспроста. Я не люблю насилие и веселье, Вот только жаль распятого Христа. Я не люблю себя, когда я тружу, Досадно мне, когда невинных бьют. Я не люблю, когда мне лезут в душу, Тем более, когда в нее плюю. Я не люблю манежные арены, На них миллион меняют по рублю. Пусть впереди большие перемены, Я это никогда не полюблю. Последняя песня в первом отделении. Возьмем. Но потом посмотрим. Вот опять же по одной из записок Просели очень спеть балладу о любви. Я хочу эту песню закончить в первом отделении, Потом будет перерыв в 15 минут. А потом мы с ребятами сыграем вам диск. Что без обмана, Что это действительно мы писали вживую, С инструментами, без всякой фонограммы, И так далее, и так далее. Без всяких сэмплов. Там даже если на диске услышите сирену, Или пол чего, Это все равно живой инструмент. Вот так вот, просто, С ним чуть-чуть обработано. Баллада любви. Для всех женщин, Прошедших сегодня на концерт. Для Светла, который сегодня рожден. Когда вода всемирного потопа Вернулась вновь к границе берегом, Из пены уходящего потока На сушу тихо выбралась любовь, И растворилась в воздухе до срока, А срока было сорок сороков. И чудаки, И чудаки есть, Вдыхают в полной груди эту смесь, И ни наград не ждут, ни наказания. И думая, что дышат просто так, Они внезапно попадают в такт Такого же неровного дыхания. Так, ребят, вот очень большая просьба. Все-таки не одни, ладно? Я даже вот ради... Тебя именно, я знаю, Кто там болтает, Вот спою я еще раз. Ну, пожалуйста, я умоляю, Я даже здесь на сцене слышу. Песня очень сложная. Все слышат? В конце концов, если... Да, все слышат, Но просто я вот знаю, Что вот этому столику очень мешает, То, что там сзади в полный голос разговаривает, Пытаясь переработать гитер. Спасибо. Когда вода всеверного потопа Вернулась вновь к границе берегов, Из пены уходящего потока На сушу тихо выбралась любовь И растворилась в воздухе до срока, А срока была сорок сороков. И чудаки еще такие есть, Вдыхают полной грудью эту смесь, И ни наград не ждут, ни наказания. И, думая, что дышат просто так, Они внезапно попадают в такт Такого же неровного дыхания. Только чувству, словно кораблю, Долго оставаться на полугу, Прежде чем узнать, что я люблю То же, что дышу или живу. И вдоволь будет странствий и скитаний, Страна любви — великая страна. И с рыцарей своих для испытаний Все больше станет спрашивать она, Потребует разлуки расстояний, Лишит покоя, отдыха и сна. Но вспять безумцев не поворотить, Они уже согласны заплатить Любой ценой их жизнью вырискнули, Чтобы не дать порвать, Чтоб сохранить волшебную невидимую нить, Которую между ними протянули. Свежий ветер и избранных пьянью Снов сбивал и с мертвых воскрешал, Потому что если не любил, Значит и не жил, и не дышал, Но многих захлебнувшихся любовью Не докричишься, сколько ни зови. Им счет ведут молва и пустословия, Но этот счет замешан на крови, А мы поставим свечи в исколовье Погибших от неведанной любви. И душам их дано бродить в цветах, Их голосам дано сливаться в татт, И вечностью дышать в одно дыхание, И встретиться со встоком на устах, На хрупких переправах и мостах, На узких перекрестках мироздания. Я поля влюбленным постелю, Пусть поют во сне, И наяву я дышу, И значит я люблю, И значит я живу, Живу. Все, впервые, отдыхайте, Той еще подвержен временной привычке, Курите и опросу. Спасибо. Не отпускай косты, не отпускай.